Докурились. К чему? Приговорили о меча, который под спайсом выбросил сына из окна. Не досмотрела, кто ответит за смерть двухлетнего ребенка, несчастный случай или преступление. И вот так обиделся, где нашли расчлененные трупы трех предпринимателей из соседнего региона. Расстрелял и расчленил трех человек. В Омской области следователи раскрыли убийство. Предварительно установлено трое предпринимателей из Тюменской области. Выехали в Знаменский район Омской области и не вернулись. Спустя 10 дней супруги пропавших написали заявление в полицию. Позже в поле оперативники обнаружили останки трупов. Они были расчленены. У погибших отрезали головы, руки и ноги. Фрагменты тел раскидали, пытаясь замаскировать в траве. Действовал убийца ножами, которые погибшие торговые представители привезли для продажи. По подозрению в преступлении задержали жителя Знаменского района. Он рассказал, что накануне отдыхал в кафе, где у него возник конфликт с тремя незнакомцами. Лицо, совершившее данное преступление, установлено, задержано. Им оказался местный житель 1987 года рождения, который дал признательные показания, поясняя, что приехавшие из Тюменской области мужчины оскорбили его. В ответ на это он расстрелял их из обреза, после чего тела вывез за пределы села Знаменское на подтопленные луга, где расчленил их, а транспортное средство, принадлежащее им, сжег с целью скрыть следы преступления. Сегодня обвиняемого в тройном убийстве заключили под стражу. Его брат, который видел все происходящее, дает показания, но в качестве свидетеля. Предварительно установлено, мужчина помогал вывозить тела, но в убийстве и расчленении участия не принимал. Известно, что обнаружили тела всех трех погибших, фрагменты сожженного автомобиля и обрез. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство двух и более лиц». Санкция предусматривает до пожизненного лишения свободы. Напомню, мотив преступления обвиняемому не понравилось, что трое нетрезвых приезжих стали оскорблять его. Расследование продолжается. Сегодня в Омске в больнице погиб ребенок, который выпал из окна четвертого этажа. Мальчик находился без присмотра взрослых. На месте побывала наш корреспондент Юлия Воробьева. Она пообщалась с соседями и узнала первые версии следствия. Последствия трагедии видны до сих пор. На асфальте пятна крови. Двугодовалый малыш выпал из окна четвертого этажа. С многочисленными травмами его доставили в больницу. Не приходя в сознание, ребенок скончался в реанимации. Дома матери погибшего ребенка не оказалось. Как рассказали соседи, женщина сейчас в полиции. Мнения жильцов дома разделились. Одни считают ее ответственным родителем. Другие говорят, что семья неблагополучная. Злоупотребляет спиртными напитками. Вы вообще не знаете, как семья благополучная? Да, нормально, семья. А как это вообще произошло, что ребенок у них выпал? Я не знаю. Я сама пришла, хотела с ней поговорить, но ее нету на милиции. А вообще они пьющие, не пьющие было, ругались? Иногда не пьет. Я вчера с балкона курил. Вон получается мой балкон. Я курил на балконе, просто вот народ собирался. Ну и вышел, ребенок лежит. Все уже. Но она вообще часто пила? Да я так, я не общаюсь с ней. Просто знаю, что пьет. Видно же по человеку. События того вечера восстановили следователи. Мать вместе с ребенком вернулась домой из гостей. Женщина занялась домашними делами. Мальчик остался в комнате один. Мама начала заниматься своими делами. Ребенок в этот момент вышел на общую кухню, где было открыто окно. Залез на это окно и, соответственно, произошел несчастный случай, в следствии чего ребенок выпал из окна. Сейчас следователи проводят проверку. После будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. Известно, что мать погибшего ребенка состоит на учете в полиции. А вот адвокат Амича, который, покурив спайс, выкинул своего сына из окна, просил оправдать его. Сегодня состоялись прения и приговор по делу Александра Лешифая. По версии следствия, мужчина в состоянии наркотического опьянения чуть не убил ребенка. После полета с высоты третьего этажа мальчик выжил. Его поймал прохожий. К чему приговорили Лешифая? Из зала суда наш репортаж. Александр Лешифая предстал перед судом второй раз. Ранее он уже был судим по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». На этот раз ему предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство малолетнего». Санкция предусматривает до пожизненного лишения свободы. Однако адвокат Лешифая пытается убедить судью в невиновности своего подзащитного. Ребенок-то остался жив. Если он действительно имел намерение убить, дай бог, своего сына, он должен был в соответствии с своим мотивом и намерением бросить сына не в руки Владимира Михайловича Кузнецова, а в сторону, вправо от окна, где никого не было. Все произошло в марте. Супруги Лешифай в тот вечер курили спайс. Александр на несколько секунд потерял сознание, когда очнулся, вся комната была в дыму. Мужчина решил, что это газ, и побежал спасать своего трехлетнего сына. В наркотическом бреду он открыл окно и выкинул малыша на улицу. Следователи выяснили, ни дыма, ни пропускающего газа в квартире не было. Поведение Лешифая – галлюцинация от приема спайса. После происшествия обоих суд ограничил в родительских правах. Все эти материалы, на которые ссылается сторона защиты, по большому счету ни одно из этих показаний не дает какого-то вывода о том, что по юридически значимым обстоятельствам допущены какие-то ошибки в ходе разбирательства судебного. Александр Лешифай свою вину так и не признал. На протяжении всего следствия утверждал, что пытался спасти сына. Гособвинение предлагало назначить мужчине 10 лет колонии. Суд, выслушав доводы сторон, вынес приговор. 8 лет колонии – строгого режима. Кстати, чудом выжившего ребенка из семьи изъяли. По информации прокуратуры, сейчас мальчик находится в органах опеки. И еще один полет из окна чуть не закончился. Трагедией голая девушка пыталась спуститься вниз по простыням с пятого этажа. В Омске на улице Туполева на глазах у очевидцев. А Мичка повисла на веревке из простыней с балкона. Долго продержаться ей не удалось. Она сорвалась, пытаясь ухватиться за парапет. Ударилась об него и упала. При землении осмягчили ветки деревьев. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Пострадавшая 1964 года рождения с травмой головы и многочисленными ушибами доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудниками полиции выясняются причины и обстоятельства происшествия. И последние пять человек пострадали в ДТП по вине пьяного водителя. Авария произошла в Нижнеомском районе Омской области. По предварительным данным ГИБДД водитель автомобиля ВАЗ 6 модели не справился с управлением. Машина опрокинулась в кювет. 23-летнюю пассажирку госпитализировали еще четверых. Двух женщин и двух мужчин, в том числе водителя, после осмотра отпустили домой. Автомобилем управлял 23-летний мужчина. Он не имеет водительских прав и более того, на момент происшествия находился за рулем в состоянии опьянения. В отношении него возбуждено сразу четыре административных делопроизводства. На сегодня это все криминальные новости. Еще больше жести на нашем сайте антенна7.ру и в группе ВКонтакте. Увидимся завтра. Будьте осторожны, берегите себя. Будьте осторожны, берегите себя.